Всем привет! Пришла с работы, немножко затарилась, зашла. Отгадайте, где кот? Вот он. Котёнок! Котёнок! Ты где? Ты где нос? Ты где нос? Котёнок у себя в домике. Что я купила? Творог. Обожаю вот этот творог. Видно, да? По покупкам, что я кисломолочная душа. Обожаю. Люблю этот творог. Он сразу идёт со сметаной. Очень вкусный. Мне нравится. Кефир сейчас беру такой. Сметану взяла. Смотрите, вот такой вот увидела впервые. Ряженковый продукт. Топлёное лакомство. Сейчас попробовала. Такая вкусняшка. Это такое, как суфле. Знаете, кто любит топлёное молоко, вот как суфле сделали. И по составу вроде ничего. Очень понравилось. Буду брать. Впервые увидела в этот раз. Может, уже, конечно, давно есть. Сырки взяла. Завтра Денису в больницу тоже отнесу. Эти сухарики, кукуруза, крабовые палочки и огурцы. Это всё на салат. Сейчас буду делать крабовый салат себе. Это купила себе. Я в пакетиках чай пью. Мне лень, потому что заваривать. Какао. Так, на всякий случай, в холодильнике, когда нет молока. И хмели-сунели. Моя любимая приправа. Что же все знают. Вот так. Смотрите, какой у меня троллейбус. Это дорожка к туалету. Ну, конечно, на самом деле, я готовлюсь к ещё одному моему делу, которое я не очень люблю. Это к мытью. Это к мытью стульев. Белые стулья в интерьере. Это, конечно, прекрасно. Но они очень сильно пачкаются. Я думаю, это видно даже на камеру. Вот пришла Котя здесь. Тоже вам говорит о том, что не покупайте белые стульи. Красиво, конечно, но приходится ухаживать. Хотя, наверное, за всей мебелью надо ухаживать. И ещё. И ещё у меня есть вот такая подставка с Икеи. Это подставка для таких коротышей, как я, которые не могут достать до верхних ящиков кухни или до верхних ящиков шкафа. Вот на эту подставку встаёте и достаёте всё, что вам нужно. Ну, она у нас как-то не очень прижилась, хотя я ей пользуюсь иногда. Видите, стоит в ванне. И из-за налёта она уже стала у меня вот такая жёлтая. В принципе, так бы и дальше стояла. Но мне прям уже неприятно на неё смотреть. Видите, какая стала. Это вода у нас вот такого качества. Ванную я недавно мыла, поэтому её мыть не буду. А вот стулья и подставку сейчас натру белизной. И, надеюсь, отмоем. Стулью по две штуки буду мыть, ставить в раковину и мыть. Котёнок, всё, начнём мыть. Мыть буду белизной гель, которую приобрела в фикс-прайсе. Кстати, хорошая находка, недорогая, что-то в районе 60 рублей. Но отмывает отлично, особенно то, что нужно как бы отбелить. Вот для стульев прям цены ей нет. И хорошо отмывает налёт в унитазе, отбеливает. Хорошая штука, мне понравилась. Буду брать ещё. Стуль я решила по одному в ванну не ставить. А вот прям как они стояли, вот так их и натерла. В принципе, белизна в форме геля, она не течёт, ничего не капает на пол. Поэтому вот так натерла, они постояли. А потом уже по одному стулу ставила в раковину. И всё это смывала под душем. На камеру не видно, но, кстати, со стульев вода очень грязная, цикла. Вот стульчик мой стал заметно чище. Ну, конечно, отмылось не всё. Вот здесь, видите, всё равно тут есть потёки грязные. Ну, с этой стороны хотя бы уже вид нормальный, божеский. Ну и стульчики мои прекрасно отмылись. Они стали гораздо белее. Не знаю, видно ли на камеру, но я-то знаю. Ну, хотя бы продезинфицировались. Потому что средства с хлоркой. Меня это устраивает. И эти два тоже прямо стерильненькие, беленькие. Ну и так как Дениса скоро выписывают, я решила ещё и полы пройтись. Помыть тоже с белизной. Чтобы как-то продезинфицировать. Потому что человек после больницы, здоровье слабое. И дома, мало ли, может какие-то инфекции. И я всё-таки приношу с работы тоже немало. Поэтому буду мыть руками, чтобы промыть каждый уголок, так скажем. Да и всё равно у меня и швабра сломалась. И пылесос всё равно руками придётся мыть. Выхода нет. Я приступаю за приготовление обеда. Сейчас будете смеяться. Но я сварила своей кошке вот такую речную форель. Такая классная рыба, кстати. Она вообще, нет у неё какого-то резкого рыбного запаха. Такого неприятного. Она сама по себе беленькая, вкусная. Вот смотрите. А моя кошка сказала, ешь сама свою форель. Я хочу ментай. Ну не любит она у меня никакую рыбу, кроме ментая. Не признаёт. Я сварила, поэтому бульон рыбный процедил. Он мне понадобится. Буду делать рыбу с подливом, с луком, с морковкой. Все, наверное, этот рецепт знаете. Я вам покажу, как я делаю. Вот. Для начала, для начала будем пережаривать лук и морковь из сковородки. А потом будем разделывать рыбку. Кстати, надо купить масло и муку. На того и на другого нет. Муку прям вот очень надо. Но она тяжёлая. Прико продаётся и тяжёлая очень. Её тащит тяжело. Здесь килограмм. Не знаю, может, папе позвоню завтра, сегодня. Здесь у нас жарится морковь и лук. Мы с вами идём разбирать рыбку. Вот в таком отварном виде она разбирается гораздо проще. Рыбу отделяю от костей, разбираю на мелкие кусочки. Теперь в рыбный бульон добавляю 2 столовые ложки муки и 2 столовые ложки сметаны. Также у меня там специи, соль добавляю. По вкусу можно лавровый листик добавить. И обязательно не забывайте про пережарку. Я вот немножко подзабыла и она у меня чуть не сгорела. Дальше на пережарку выкладываю рыбу и заливаю всё это нашей заливкой. Заливку обязательно мешайте, потому что от муки она начинает густеть. На гарнир поставила рис. Рис люблю варить в сковородке и с добавлением сухого чеснока. И сливочное масло ещё кладу в рис. А здесь тихонечко кипит. Сейчас немножко покипит, минут 10 и выключу. Можно сверху укропчиком посыпать, но у меня по-моему закончился. Сейчас посмотрю, если есть петрушка зелёная, то петрушкой. Ну что, я буду обедать. Я ещё не завтракала и сразу обедаю. Рис у меня получается вот такой, нерассыпчатый, а такой как каша. Но я такой люблю. Даже я люблю и плов, знаете, такой больничный или столовский это называется. Недавно Денис звонил и говорит, а у нас на обед был плов, как ты любишь. Больничный, белый, говорит. Но я правда люблю. Мне нравится. В столовках люблю питаться, люблю столовскую еду. Сейчас бы ещё укропчика красивого. Но нету. Сейчас всё пролезло, нету, осталось только петрушка. Всё, приятного аппетита. Я наконец-то вышла. Что-то прошляпила столько времени. И даже хотела к Денису зайти, чтобы отдать ключи от дома. Её в понедельник выпишут, а я-то буду на работе. Но уже по времени не успеваю. Там приём передачи определённое время. Скорее всего, завтра пойду. Так интересно. Знаете, сейчас вышло. Несмотря на такой мороз. Сегодня обалденная погода. Солнышко светит вовсю. Морозно, да. Куча снега. Но почему-то пахнет весной. Я не знаю, почему. Вот именно запах такой весенний. Хотя вроде бы до весны ещё очень долго. Классно. Ветра нет вообще. Погода супер. Поэтому пойду пешком. Дойду до Вайлдберрис. У меня опять там заказ пришёл. Ну, это всё, знаете, один раз заказываю. А приходит оно постепенно. Там в основном всё для выпечки хлеба. Заказала две формы. И всякие там семечки, чтобы хлеб печь с семечком. Вот. Сейчас пойду, заберу, а потом покажу вам, что именно заказала. Всё, я уже прибежала с Вайлдберрис. Пока шла, читала ваши комментарии. Я и на ходу читаю, знаете. И на обеде на работе читаю. Ну, потому что, как бы, время, время такое. На мой прибегашь уже некогда. Свои дела есть. И на съёмки надо уделять. И вроде бы комментаторам надо отвечать. Кстати, всё хочу вам показать ещё раз сообществом. Потому что многие спрашивают. И я очень много рецептов, ссылок, видео, каких-то там, ну, всякого разного оставляю в сообществе. И многие мне спрашивают, а где это сообщество находится. Когда на мой канал заходишь, там есть несколько разделов. И один из разделов называется «Сообщество». Вот там, ребята. Я, когда буду за компьютером, я вам сниму этот отрывок и покажу, где. Вот. И один из комментариев меня спрашивали, вводим ли мы Стешу к грумеру. Нет, ребята, мы её не вводим к грумеру. Во-первых, потому что для неё это ужасный стресс. Она, у нас, вы сами видели, как относятся к чужим людям, даже когда они приходят к нам домой. А мы её дважды возили к ветеринару, когда у неё болели лапки. Она там устроила такое. Она искусала, исцарапала всех, и ветеринара в том числе. Хотя она уже одела вот такие собачьи перчатки огромные. Но она в итоге тоже разозлилась, плюнула и сказала, сами ловите свою кошку. И я тогда её посмотрю. Но это было невозможно, потому что она меня тоже всю исцарапала. В этого момента я решила, что никогда и никуда мы больше не поедем. Для неё это ужасный стресс. И я вообще не сторонник того, чтобы брить котов, например, на лысо, как это делает летом. Да, котёнок? Ты тоже не сторонник, чтобы тебя на лысо побрили. Хотя говорят, что кошкам жарко. Это против природы, ребят. Наберите сами вот хотя бы в интернете, почему их нельзя стричь, и вы всё поймёте. Шерсть защищает их, в том числе и от холода, и от жары. И она у нас прекрасно выглядит, я считаю. Мы ей сами вот тут подрезаем, где лишнее. Поэтому никакому грумеру мы не хотим. Не знаю, это дело каждого. Я не хочу ей причинять стресс. Ей дома хорошо, а она в подъезд даже выбегать боится. Боялька она у нас, да? Боялька. Ну, а сейчас покажу, что я на Велберис забрала. И что купила. Купила я фрукты. Хожу во фруктовый рай. У нас есть такой магазинчик. Там фрукты более-менее. Ну, вроде как с Азербайджана привозят. Не знаю уж, правда или нет. Но должны быть вроде как вкуснее. Только вот что-то мягенький гранат, я смотрю, положили. Как бы он не пропавший. Везде обманывают, везде обманывают. Прям так я на него понадеялась. Говорю, выберите мне сами. Что-то мне кажется, он тут вообще прям... Ладно, сейчас посмотрю. Лимон взяла чайный. Я такие люблю с тонкой коркой. Груши. В прошлый раз брала вкусные были. Или эти тоже не знаю. Вот. Мне тоже пишут. Заказывайте где-нибудь, чтобы не таскать. Ну, я даже не знаю, ребят, есть ли у нас такая услуга. Но даже если заказать... Вот, например, я не люблю фрукты из супермаркета. А из таких магазинчиков маленьких их не возят. И с рынка тоже. В общем, купила я себе две формы. Приобрела для хлеба. Одна оказалась побольше, другая поменьше чуток. Ну, это даже хорошо, что они разные. Обе они фирмы Кукмара. Вот у меня про сковородки тоже спрашивали. Вот Кукмару все хвалят, ребят. Если хотите хорошую сковородку, наверное, лучше Кукмару купить. Вот это тоже Кукмара. 500 грамм написано. Это сколько? П7. Это не знаю, сколько грамм. Их как-то надо специально обработать, помыть сейчас и намазать маслом и прокалить. Буду пробовать. Потом взяла целый вот такой вот бочонок разных семян. Ну, салатики можно посыпать. И я вообще взяла для хлеба. Но я немножко расстроена тем, что очень много семян льна. Я думала, здесь как бы больше все-таки будет семечек. И вот там тыквенные семечки заявлены. А по факту здесь практически семена льна одни. А льна, он очень плохо переваривается. Его молоть надо. Ну, ладно, что есть, то есть. И вот еще взяла такие вот тыквенные семечки. Они, насколько я знаю, полезные. Я вот отсюда, когда немножко уменьшится, перемешаю их все. Чтобы было побольше здесь тыквенных семечек. И еще взяла форму. Она называется форма для выпечки бисквита. Ну, она и для выпечки подойдет. Но я ее больше взяла как форму для салатов. Потому что вот даже на Новый год столкнулась с тем, что любые слоеные салаты, они лучше смотрятся, когда они вот так накладываешь их, круглые. И мне чем понравилась эта форма, тем, что она очень хорошо увеличивается. Прям намного, смотрите. Ой, а вот здесь как же. В общем, такую форму решила себе тоже прикупить. И из-за того, что купила себе. Купила себе вот такую пижамку. Качество очень хорошее. Вот этой фирмы. И вот такая. С ней идет сверху. Такой топик, вернее. На завязках там спина открытая. Прикольная. Она стоила очень дорого. Но так как сейчас идет распродажа, она мне обошлась 800 с чем-то рублей. Но стоила она намного дороже. Очень мне понравилось. Качество просто тут отличное. Шикарное. И, если помните, я мерила вот такой вот розовый костюм с начесом. Это Gloria Jeans. Помните, после Нового года мы ездили, я купила там штаны кожаные и рубашку. А вот этот костюм я брать не стала. Но тогда мне многие сказали, что он мне очень хорошо. И мне самой понравился. А брать я не стала только из-за цены. Потому что цена на него была. Вот эта вот кофта стоила 2,200. И брюки стоили 2,200. Итого 4,500 костюм. Но хоть он, конечно, и толстый, и с начесом, но я считаю, это дороговато. Я тогда брать не стала. Но костюм мне нужен. И, в общем-то, этот костюм мне понравился. И цвет, в общем-то, мне хорошо. Я стала его отслеживать на Wildberries. И сегодня я купила эту кофту за 815 рублей. А не за 2,200. Сейчас отслеживаю штаны. Штаны уже тоже подешевели. Но не намного. Они стали 1900. Я хочу хотя бы за полторы их урвать. Чтобы весь костюм не обошелся в 2,200, 2,300. Я считаю, это максимум, который из него можно заплатить. Вот поделилась с вами одним из вариантов экономии. Я так экономлю. Может быть, кому-то нравится, что я постоянно не нравится. Или кажется, что я очень много себе покупаю всего одежды. На самом деле, вы не правы. То, что Василек присылает, вы знаете, это на обзор. Это для меня бесплатно. А сама я себе покупаю не так уж и много. И в основном это все вещи со скидками. За полную цену я могу купить. Но если она адекватная. Я считаю, что за кофту 2,200 отдать, это не совсем адекватная цена. А вот 815, это нормально. И, кстати, пока кофта шла, она стала еще дешевле. Она сейчас 600 с чем-то. Так что, если вам тоже такой костюм понравился. И если вам такой костюм нужен, я вам постараюсь оставить все ссылки под видео. Опять же, не реклама, ребят. Я все покупаю за свои деньги. Только главное не забыть, потому что я часто забываю. Я вам оставлю все ссылки на этот костюм. Я себе брала размер S. Если вы метр шестьдесят, как я, и где-то пятьдесят восемь-шестьдесят килограмм, то берите размер S. Он замечательный. И даже видео оставлю на... Ссылку на то видео, где я мерила этот костюм. Посмотрите, как он смотрится. Все, что я купила, мне нужно перемыть. Вот эти формы обязательно помою с мылом. И вот эти наклейки, которые есть на дне, они, кстати, очень хорошо отделяются, когда не мокрые. Советую вам, если купите, сначала отделите наклейку, а потом уже мочите. Я вот на первой форме ее очень легко отодрала, а со второй пришлось маленечко помучиться, потому что она уже намокла, клей размок, и стало тяжеловато отдирать. Перемыла все, что купила, и сразу перемываю фрукты, потому что фрукты выкладываю на стол для того, чтобы о них не забыть, чтобы они не залежались в холодильнике, а сразу их кушать. Фикус молодец, восстановился, прямо ему нравится в этом месте. Я помню, когда мы переставляли его с этого угла, здесь он стоял раньше, сюда нам сказали, вы что, он у вас заболеет, фикус не любит перемещаться, вот абсолютно наоборот. Тут вот фу не сглазить, конечно, но он прям позеленел, растут новые листочки, прям так все с ним хорошо, ему здесь очень нравится, дай бог, пусть цветет и пахнет. А я решила сюда переставить свой алой и со спальни, потому что, знаете, в спальне постоянно открыто окно, я потрогала вот этот горшок, а он как лед, вообще ледяной, потому что целый день в спальне открыто окно. А вот здесь мы гораздо реже открываем в зале, а то я боюсь, что он у меня прям сдохнет, жалко его. Хороший, только не знаю, куда применить, хотела в нос тоже капать, вот мне говорили алой, потом прочитала, люди пишут, что и пыльный такой, люди пишут, что не вздумай, сожгешь всю слизистую. Короче, я не решилась. Спасибо вам большое за советы, прочитала по поводу некоторых капель в нос. Буду, наверное, пробовать те капли, которые вы посоветовали. У меня, кстати, есть одни капельки, которые я покупала, но так их и не решилась попробовать. Они тоже противоаллергические, противовоспалительные. Сейчас я посмотрю, как называются. Вот такие у меня из капли полидекса. Наверное, мне его тоже можно. Попробую. 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 Все просто!